Доброе утро, РГСУ! Проголодались? А знаете ли вы, что завтраки являются основой вашего здоровья и успешного дня? Поэтому очень важно не пропускать этот прием пищи. Пока студенты РГСУ спешат в университет, в кастрюлях нашей столовой уже кипит вода, а повара с раннего утра хлопочут на кухне. До прихода первых посетителей осталось только подготовить приборы, разложить еду, затянуть фартуки и открыть двери столовой. Чисто! В нашей столовой работают настоящие профессионалы своего дела, чтобы вы не оставались голодными во время учебы. Давайте посмотрим, как выглядит кухня изнутри. Наши работники, которые работают в столовой РГСУ на Вильгельма Пика, квалифицированы с большим опытом работы. И не первый год работают в этом заведении. Те пришли из разных отраслей. Один сотрудник работал в интуристе на улице Горького, другой сотрудник работал в центре международной торговли, в итальянских ресторанах. Поэтому опыт у наших сотрудников большой. Мы развиваемся всегда, не останавливаемся. Все, что к нам приходит, мы пытаемся сделать хорошего качества, быстро и угодить всем, чтобы наши студенты уходили с хорошим настроением, хорошо учились и в итоге приносили пользу нашей родине. Завтраки прекратились с началом пандемии и с уменьшением количества студентов в нашем учебном заведении. Так как с этого года поток студентов увеличился, и студенты приходят рано утром, для того, чтобы они с хорошей головой, с хорошими мыслями учились, мы и открыли завтраки. Чтобы они уже учились не на голодный желудок, а были сыты и довольны. Хороший завтрак – это залог хорошей учебы, хорошего настроения. Повара в РГСУ прилагают все усилия, чтобы наши студенты были довольны и сыты. Благодаря недавней инициативе руководства нашего вуза в столовой РГСУ появились завтраки, которые можно посетить с 8 до 10 часов утра. Да-да, даже в такое раннее время есть люди, готовые прийти за горячей едой в нашу столовую. Тем более, поесть в столовой намного дешевле, чем в любом другом месте, и готовить еду самому не нужно. Кстати, на часах уже 8 утра, а значит, время открывать двери. Можно не кусочничать, изберечь здоровье с правильной пищей. Из огромного ассортимента блюд наша столовая предлагает всем посетителям каши на выбор, блюда из яиц, творожные блюда, сытные сардельки и куда же без горячего чая. Завтраки в столовой РГСУ по карману каждому, ведь если вы возьмете все, что предлагает столовая, получится не больше 100 рублей. А в других заведениях, или если вы будете готовить сами, обойдется гораздо дороже. Каждый студент, независимо от того, в каком корпусе он учится, может попробовать вкусный и бюджетный завтрак в столовой РГСУ. Будь то Лосино-Островская, Стромынка или Вильгельма-Пика. Кстати, всего за какие-то 10 рублей вы можете взять контейнер для еды и покушать в другом месте. Россия – многонациональная страна с давно сложившимися кулинарными традициями, где рацион всегда отличался разнообразием. С утра обычно употребляли всевозможные каши, блинчики, оладьи, вареники и творожные запеканки. Полноценный утренний прием пищи придаст организму заряд бодрости, поднимет настроение, улучшит способность более продуктивной работы в течение дня и повысит мозговую активность. Особенно, если завтракать в правильном месте и в хорошей компании. Я очень часто пропускаю прием пищи, потому что я очень люблю спать, поэтому не всегда успеваю кушать дома утром. Да, на самом деле такое случается довольно часто, потому что я начинаю опаздывать в вуз, но я думаю, в 7,5-9 стало очень сложно проснуться. Я прихожу и понимаю, что хочу кушать. Это очень плохо. Я пропускаю утренний прием пищи, потому что по утрам просыпаюсь довольно поздно и не всегда есть время даже просто сделать бочерлот и перекусить. Почему же нужно завтракать? Польза от правильного завтрака огромна, но многие его пропускают и недооценивают значимость этого процесса. Утром нужно проснуться, привести себя в порядок, выбрать одежду и обувь. В общем, дел не в проворот. Но основными причинами, по которым мы пропускаем завтрак, являются обыкновенная лень и желание поспать подольше. Давайте разберемся, почему нужно побороть свою лень и начать завтракать по утрам. Наука о здоровом питании, нутрициологии, которая, кстати, преподается на медицинском факультете нашего университета. Вот эта наука говорит нам о том, что завтрак – это один из наиболее важных приемов пищи. Почему? Вот смотрите, многие из нас имеют такую неправильную привычку, когда мы не завтракаем, пропускаем завтрак, утром хочется подольше поспать, просыпаемся впритык, в лучшем случае чашка кофе или чая, бежим на учебу, на лекции, на занятия, на работу, где-то, может, перекусим каким-то бутербродом и не более того. Это все затягивается до обеда, и получается, что в течение первой половины дня у нас, в общем-то, нет никакого полноценного приема пищи. Это имеет довольно серьезные последствия, если это превращается в привычку. А у многих это превращается действительно в такую привычку, что утром совершенно пропадает аппетит. Многих даже по утрам подташнивают, если он что-то ест. Вот это верный признак того, что у вас есть риск получить целый ряд хронических заболеваний. Ну, во-первых, это всем известный хронический гастрит. Многие его называют студенческим гастритом, когда именно в эти молодые годы, вот из-за этой неправильной привычки, формируется воспалительное, эрозивное, язвенное поражение желудочно-кишечного тракта. Но это полбеды, на самом деле. Многие не знают, что отсутствие такого простого понятия, как завтрак, приводит и к грубым метаболическим и структурным изменениям в организме. Ведь организм человека устроен так, что наибольшая энергетическая активность, физическая активность, умственная активность, она чаще всего протекает в первой половине дня. Вот когда вы ночью, естественно, спали, не потребляли пищу, проснулись, и еще до обеда голодаете фактически, организм начинает тратить на всю вот эту физическую, умственную активность какую-то энергию. Откуда он ее может взять? Вариантов не так много. Он может взять ее из жировых запасов, или из мышечных запасов, то есть или из жиров, или из белка. И понятно, что энергетически, метаболически организм гораздо проще добыть вот эту быструю энергию за счет расщепления белка, то есть белковых структур. Таким образом, когда вы не завтракаете, вы всю первую половину дня кушаете собственные мышцы, по сути, да, то есть белок мышц, белок внутренних органов, там какие-то есть запасы углеводов в виде гликогена и глюкозы крови, но они очень короткие. И это приводит к чему? Вы в течение первой половины дня теряете мышечную массу, при этом снижается уровень основного обмена. Если вы еще забыли пообедать или не успели пообедать, то к вечеру вы возвращаетесь домой с диким чувством голода, что логично, начинаете набрасываться на еду, съедаете весь свой суточный рацион фактически во второй половине дня. И куда он у нас откладывается? Естественно, в жиры. Поэтому вот такой простой, казалось бы, факт, как отсутствие завтрака и полноценного обеда приводит вот к таким грубым изменениям в виде развития ожирения. Когда это протекает в течение многих-многих лет, это приводит к тому, что у человека развивается грубое, выраженное тяжелое ожирение, хотя просто необходимо нормализовать свой график потребления пищи, режим дня и начать просто завтрак. Я выходила в столовую в Рогасулу на завтраке, потому что наша столовая готовит очень вкусно, также это недорого и удобно. На самом деле я уже на них хожу. Я специально приезжаю в университет к 8 примерно, а не к 8.30, ну, 8.30 начинается с пара, к 8 я приезжаю, чтобы покушать прекрасную кашу, которую готовит наша замечательная столовая. Если говорить на чистоту, я там еще ни разу не была, но очень хочу попробовать, посмотреть, узнать. Я надеюсь, что здесь очень вкусно будет кушать, поэтому я свой режим питания восстанавливаю. Каждый день жизнь дает нам тысячи новых возможностей. Возможность начать все сначала, возможность измениться и возможность открыть себе новые таланты. Но все начинается с завтрака в РГСУ. Редактор субтитров А.Семкин